Геннадий Андреевич, президент Путин продлил до конца апреля масштабные меры по профилактике коронавируса. Ситуация усугубляется. Какова ваша оценка происходящего и какие меры, на ваш взгляд, следует еще предпринимать? Я хочу поприветствовать всех, кто нас слушает и смотрит. Да, действительно, это решение принято. Оно сложное и вместе с тем крайне необходимое. Поясню почему. Прежде всего, мы должны понять суть происходящего кризиса. Кризис, по сути дела, охватил всю планету. А эта эпидемия является Бигфордовым шнуром, который взорвало и экономику, и сферу обслуживания, и, по сути дела, породило массовую безработицу на всей планете. Уныние, пессимизм, а у многих и страх. Мы должны понимать, что в рамках капитализированной системы, которую навязали нам в 1991 году, Ельцин и вся эта его свора, выхода для России из этого кризиса нет. Мы из одной ямы падаем в другую. В 1998 году дефолт, в 2008 году самое большое падение почти 8%. Нас лихорадит и трясет в 2014-2015 году. Последние три года мы продолжаем усиленно вымирать. Нам надо было менять курс, формировать сильные национально мыслящие правительства, проводить национализацию экономики и все сделать для того, чтобы поддержать отечественное производство и наших трудолюбивых и достойных граждан. К сожалению, этого сделано не было. Поэтому, когда говорят, что у нас лучше всех, у периферийного капитализма не может быть ситуация лучше, чем в той же самой Америке, богатой, которая печатает доллары, сколько им вздумается. Сегодня и Америка крайне почувствовала этот удар. Вы это видите не только по Нью-Йорку. У них сейчас почти 10 миллионов добавилось безработных. И безработица будет нарастать. Но Трамп принимает экстренные меры. Какие? Почти 3 триллиона долларов вливает в экономику. Каждому взрослому по 1200 долларов. На ребенка еще добавляют примерно 500. Он сохраняет покупательную способность граждан. У нас на все эти цели выделено 300 миллиардов. Это капля в море. Если Америка выделяет более 10% валового производства, Бельгия сохраняет на 80% зарплату тем, кто потерял работу, то у нас это жалкие гроши. 300 миллиардов рублей. И вот тебе минимальная зарплата 12 130. На мой взгляд, сейчас надо принимать целый ряд абсолютно комплексных мер, которые должны включать. Первое. Жесткую, конкретную борьбу с эпидемией. Второе. А может быть это первое. Все сделать для того, чтобы работало производство. Третье. Максимально поддержать граждан, кому очень тяжело, кто потерял работу. У нас на сегодня, на сегодня, вдумайтесь, почти 50 миллионов граждан, кто живет на 19 тысяч рублей и менее. А 7 миллионов граждан имеет меньше 7 тысяч. У нас дети войны в деревне получают 7-9, в городе 12-14. Мы 8 раз вносили закон, чтобы их поддержать, обеспечимые годы. Это не было принято. Что еще надо учесть? Я бы учел максимально опыт советской страны, опыт Китая и опыт современной Беларуси. Лукашенко не останавливал свое производство, но энергично борется и с болезнью. Вьетнам не останавливал производство, но локализовали всяческие проникновения этого вируса. Если где появлялось, то точно окружали его, проводили необходимые меры, но производство и вся социальная сфера трудились и работали. Сейчас вам назову, в каком состоянии сегодня у нас целый ряд отраслей. Если так останется, положение может быть абсолютно критическим. На сегодня 85% промтоварных магазинов остановлено, 25% супермаркетов, 40% с лишним кафе и ресторанов, 65% гостиничных комплексов, 70% фитнесов, весь практически туристический бизнес, а там работает 1 миллион 100 тысяч граждан. И в 4,5 миллиона безработных еще может так прибавиться почти 8 миллионов. Поэтому надо сейчас принимать меры комплексного характера по всем трем ключевым направлениям. Наша партия давно предложила, как сформировать бюджет развития, подготовила 12 законов, как его наполнить и защитить социально незащищенные слои, и предложила конкретные меры по поддержке всех базовых производств, начиная от сельхозмашиностроения, автомобильной промышленности, танкостроения, электроники, приборостроения и разумного формирования бюджета развития 33 триллиона. Мы будем встречаться и обсуждать эти проблемы с премьер-министром его команды в понедельник. И в ходе этого обсуждения еще раз сформулируем все свои предложения. Но задача номер один – помочь тем, кому очень тяжело. А для этого надо тем, кто потерял работу, кто имеет низкую зарплату, кто не имеет никакой покупательной способности, дать минимум по 25 тысяч, 2 минимальные зарплаты. Плюс на детей, плюс на студентов, и это примерно 300-350 миллиардов рублей. Хочу прямо сказать, что когда говорят денег нет, деньги есть, но они по-прежнему олигархи. Она не желает платить нормальные налоги, она не хочет поддерживать страну. Если американские миллиардеры сами требуют поднять ему налоги, наши не хотят платить нормальные налоги. Причем эту публику погнали отовсюду. Из Америки, из Лондона, из Европы. У них даже у многих страховки медицинские отняли. Им никуда не деться, как возвращать страну вместе с капиталами. И эти капиталы должны работать на каждого человека и каждой семье. Мы должны все сделать для того, чтобы помочь нашим гражданам в это трудное время. Не будет покупательной способности, дальше будут лезть долги и кредит. Не поддержим малый и средний бизнес. А меры поддержки уже известны. И налоговые каникулы, и три ближайшие месяца, чтобы не брали с них кредитные задорности. Вообще им надо на год продлить эти льготы. И любой, кто возобновит после карантина свою работу, должен иметь право получить беспроцентный кредит и поддержать все производство. Будет работать производство, спасемся и не развалится экономика. И еще одно исключительно важное. У нас с вами сейчас эта зарубежная свора ходит для того, чтобы скупить по дешевке предприятия. Многие предприятия остановились, не работают. Акции резко подешевели. Для этого они готовы скупить. Обратите внимание, американцы уже взяли под контроль свою авиационную промышленность, железнодорожную промышленность. То же самое сделали французы, немцы. А у нас рассурдают, проводить национализацию или нет. Мы много раз начали закон о национализации. Сегодня эти производства должны быть национализированы и взяты под государственный контроль. В противном случае эти хищники скупят по дешевке и уничтожат. Мы оставимся вообще без базового производства. И еще одно. Чтобы производство работало, категорически нельзя повышать цены на жилищно-коммунальные тарифы и на бензино-солярку. Везде цены на горючее снижаются. В силу того, что с 63 долларов за баррель нефть упала до 25-30. А у нас, пользуясь этой эпидемией, начинают сдувать и повышать. Мы должны максимально поддержать здесь свое товарное производство. Особое внимание сегодня сельскому хозяйству. Мы вместе с Кашиным и Харитоновым обратились к правительству и ко всей стране. Сегодня крестьянин живет по принципу, хоть помирай, но сей. Почему? Потому что если сегодня село не будет работать, завтра ничего не вырастет, послезавтра в стране будет голод. И в этой связи сейчас надо взять под жесткий контроль продажу нашего продовольствия за рубеж. Все должно быть четко регулировано. А это требует планового улучшения управления и особой поддержки народных предприятий. Еще раз заявляю, что наши народные предприятия являются лучшей формой организации жизни и работы. Наш совхоз Ленина, наше объединение из Вениговской и Мариэл, наши великолепные предприятия Усоль и Сибирской в Иркутской области. Я уверен, что эти предприятия у этой формы огромное будущее. Они у государства ничего не просят. Единственное, не лезьте, не мешайте. По-прежнему рейдеры ходят вокруг этих хозяйств. Еще раз всем заявляю, мы не дадим расправиться над этими хозяйствами. А к прокуратуре и Следственному комитету еще раз обращаюсь. У аризонта бандитов, жуликов и мерзавцев, с которыми объединились некоторые сыновики для того, чтобы захватить лучшие в стране предприятия. В целом у нас готова программа и мы вместе с вами ее реализуем. С 2012 года в России реализуется так называемая программа импортозамещения. Но кризис и коронавирус остановили наше производство из-за отсутствия комплектующих. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию? Понимаете, власть наконец и в эфире стала прорываться беспокойство о том, что не хватает масок, костюмов, аппаратов. Да это всем давно известно. Мы уже прожужжали все уши и власть и всем остальным. У них нет ни материала еще шить, нет мощностей. Я вынужден был для того, чтобы ребят с Донбасса обезопасить у себя в родной Орловской области, приобретать маски. У нас давно там одно из подразделений шьет их. И обеспечить ребят всем необходимым. Сейчас закупаем и в Китае, и оказываем помощь. Некоторые говорят, не надо, надо оказывать друзьям помощь. На то друзья в беде познаются прежде всего. Но это связано прежде всего с развитием нашей местной промышленности, кооперативов, поддержки этих производств, выделения необходимых средств и поощрения их. Я уже назвал, какие формы есть поддержки и поощрения. Сейчас наращиваем свои мощности. Но надо, чтобы и продзамещение было не на словах, а на деле. Все, начиная от легкой, текстильной, кожевиной, обувной, нашей одежды, фармацептической, медицинской. Надо в тот список поддержки вместе с медсестрами и врачами включить, те, кто работает в аптеках, кто трудится в социальной службе, кто посещает больных и стариков. Надо их включить и оказать им всю необходимую помощь. Я считаю, в целом, выделение средств в бюджете на эти задачи должно быть удвоено, утроено. Сейчас при формировании нового бюджета мы это максимально учтем. Но еще раз обращаюсь ко всем. В региональном плане ситуации борьбы с вирусом очень разные. Одно дело Москва стоит на юру. Все дороги, все ветры, все прилеты, приезды. Только за прошлую неделю в Москву прибыло 133 тысячи из-за рубежа, из них 13 тысяч из особо опасных регионов. Они должны пройти обязательно карантин. В противном случае болезнь развезут по всей стране. И здесь надо максимально проявить бдительность и личную дисциплину. Обращаюсь ко всем. Другое дело, есть ряд регионов, где почти нет заболевших. Там точно надо профилактировать, организовать жесткий контроль для всех пребывающих и не допускать остановки производства. Производство должно работать. В противном случае завтра не будет ни заработка, ни товаров и нечего есть будет. Мы должны очень гибко и разумно подойти к этому. В этом плане решение Путина дать возможность губернатора на местах решать эти проблемы абсолютно обоснованно. Я говорил с Клочковым, моя Орловская область, он недавно выступал по центральному телевидению. Он знает обстановку и принимает энергичные меры. Разговаривал с Лоптем, который возглавляет третьей по величине город, Новосибирск. Должен сказать, он знает в деталях все и принимает тоже достойные меры. Разговаривал с Коноваловым, руководителем Хакасии. Там алюминиевая и угольная промышленность резко просели. Бюджет потерял значительные ресурсы. Я официально обратился и к президенту, и к премьеру. Они дали поручение. Надеюсь, что это поручение Минфин выполнит. Одновременно обобщил опыт, который есть у наших регионов от Дальнего Востока до Калининграда. Максимально надо помочь пожилым, престарелым, больным, многодетным. И наши комсомольцы-добровольцы должны здесь проявить волю и характер. И одновременно обращаюсь ко всем. У нас многие имеют сайты, работают хорошо в сетях. Включите нашу великолепную советскую музыку. Побольше показывайте наших оптимистичных фильмов. Делайте все для того, чтобы вдохнуть уверенность в людей. Потому что вирус больше всего боится. Боится активной энергичной деятельности. Боится хорошего юмора. Боится свежего воздуха и яркого солнца. Используйте это все в своей жизни и практике. У меня был командир Макаров, который приехал из Ленинграда, Сладоги. Он потерял там ноги и близки. Но он увидел, как работает наше подразделение. Сказал, первое и главное, это санитария. Все должно быть чисто, вымыто, вычищено, прожарено, проветрено. У нас кубрик блестел всегда. У нас, если солнышко появлялось, прожаривали на солнце. Все, потому что микробы любые моментальные гимны. Второе, он сказал, здоровый теле, здоровый дух. Тренировки, закалки, гимнастика, упражнения, движения. Вот знания, это главное. И должен сказать, гадняли, репетировали, релизировали, готовили. Великолепные песни пели. Вот, разведка всегда этим отличалась. И третье, я сказал, надо иметь хорошее питание. А есть продукты, которые повышают внутреннюю температуру. Вирусы не живут, когда повышает температура. Вот когда человек заболел, у него температура не выше 38,5, то и не надо сбивать. В этом котле гибнут вирусы. Выше там бьет сильно по другим органам. Так вот, есть продукты, которые повышают внутреннюю температуру на полтора градуса. Это чеснок, лук, перец, специи. Повышают горячий, хороший чай. Вот, имбирь и целый ряд. Вот у нас всегда на столе все это было. Есть продукты, которые дают хорошие витамины, энергетику. Это прежде всего сало, орехи, мед и целый ряд других. Вот все это должно присутствовать на столе и помогать, особенно детям, старикам, выдержать это нашествие. Я просто советую. Для меня, например, было в начале открытием. У нас в разведке никто не болеет, рядом эпидемия. Половину лежат в лазарете. Вот, видимо, все это вместе взятое давало колоссальный эффект, который привез мой командир с фронтов, который спасал своих друзей и передал нам этот уникальный опыт. Поэтому я хочу, чтобы вы использовали его в семейной практике. Ну и, имейте в виду, очень боится вирус моих хороших анекдотов, они все литературные, исторического оптимизма и чувства справедливости. А это главные идеи нашей с вами любимой партии и советской власти. Всем добра и удачи. Геннадий Андреевич, спасибо за интересную беседу. Берегите себя, будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин